всем добрый вечер я рада вас всех приветствовать и сегодня мы поговорим с вами о болезнях желчеводящих путей если во время лекции у вас возникнут вопросы то я прошу вас сразу писать их куда-то себе и в чат или ну я имею ввиду наше общение либо куда-то в киндэ и для того чтобы не забыть именно вопросы может быть какие-то клинические кучи которые вам покажутся важными для обсуждения в общем поехали сегодня мы поговорим о анатомии о патологии и способах лечения как терапевтических так и хирургических так что такое печень мы знаем про печень то что это какой-то огромный фильтр который собирает все токсины из организма фильтрует их и выдает какую-то очищенную кровь это так и давайте попробуем посмотреть почему это так происходит 70 процентов всей крови которая поступает в печень это венозная кровь она поступает по системе воротной вены печени и собирается от органов брюшной полости включая кишечник селезенку желудок и так далее и поступая кровь в системе воротной вены печени кровь постепенно теряет скорость то есть кровоток замедляется 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 и уже в мелких сосудах мелких капиллярах внутри печени или как они называются синусоиды мы сейчас посмотрим как они выглядят Схематично происходит обмен между кровью и гепатоцитом. И в этом протезе участвует множество ферментативных реакций в гепатоците. И в конечном итоге мы получаем кровь, очищенную от токсинов, бактерий, каких-то опухолевых клеток. И это кровь, которая собирается по печеночным венам, по удальную полувену и затем поступает в системный кровоток. И, конечно, полезные вещества, альбумины, какие-то синтезированные вещества, которые нужны макроорганизму всему, они также поступают в этот системный кровоток. Но сегодня мы особое внимание уделим желчеводящим путям и в целом иммунной системе печени, как она функционирует и почему именно так. Здесь мы видим с вами на следующем слайде анатомию строения дольки печени. Давайте немножечко сосредоточимся на этом. Итак, сами в левом углу вот такие печеночные дольки. Это шестигранники. И если вы когда-то имели дело, в принципе, с печенью как с органами, с паренхимой или там резали ножом печень говяжью, то вы можете вспомнить, что вы слышали о разделке печени. Это говорит он, потому что в печени есть не только паренхима, но есть еще и строма. Строма – это соединительная ткань, которая разделяет все эти печеночные дольки друг от друга. Каждая долька представляет собой шестигранник, который в низ, в длину очень, скажем, высокий. И вот из таких шестигранников состоит вся край печени. И каждый шестигранник, его паренхима представлены здесь на этом слайде. И гепатоцит разных порядков, разных рядов сейчас. Мы тоже некоторое время этому уделим. Но очень крепкая структура, что ли, позволяет гепатоцитам соединяться вот эти шестигранники в печеночные дольки. И в печеночные дольки разделенных в струмы, соединительной ткани, и вся ткань печени. Итак, давайте поговорим про гепатоцит. Если мы чуть-чуть приблизим эту картинку, то мы с вами увидим, что есть такие балки гепатоцитов. Балками называются вот эти ряды. И чем они дальше от центральной вены, тем у них разнообразнее, скажем, функция. То есть, например, гепатоциты, которые находятся ближе к центральной вены, в вене, они отвечают за утилизацию, инактивацию ксинобиотиков. То есть тех веществ, которые попадают в организм извне, гепатотоксинов, например, или каких-то других токсинов. Те гепатоциты, которые находятся на внешнем крае печеночной дольки, они отвечают на инактивацию и, скажем, превращение в безопасный продукт метаболизма веществ, которые токсические, которые образуются в самом организме. И вы можете иногда, если вы берете биопсию печени, встретить такое понятие, как централобулярный микроз, связанный, например, с влиянием как раз-таки ксинобиотиков, то есть поражение гепатоцитов в области центральной вены. Почему гепатоциты отличаются по своей работе? Если мы представим в целом печень как некую фабрику, то мы поймем, что она имеет разнообразные функции и функции, связанные с тем, насколько гепатоциты снабжаются активно кровью, и даже скорость кровотока в области этих гепатоцитов влияет на то, какую функцию они выполняют. Давайте посмотрим на кровообращение в этой области, в этой дольке. Мы видим с вами портальную триаду, так называемую, это печеночные вещества, чтобы они выполняли свою функцию, и печеночная вена. Это часть портальной системы, часть системы воротной вены, то есть это сосуд, в котором находится кровь, пришедшая от кишечника и так далее, то есть ту, которую надо инактивировать, и из которой можно собрать питательные вещества, которые переварились в кишечнике и превратить их в строительные вещества. Вот если мы более подробно посмотрим между двумя гепатоцитами, вот снизу и сверху представим себе гепатоцит, между двумя гепатоцитами проходит синусоид. Здесь мы видим это как просто пространство и отделено от кривистой линии. Здесь фигматично показано, что синусоид – пористое строение, то есть есть пространство между клетками. Это синусоид для того, чтобы обеспечивать проникновение вещества. И вот здесь мы посмотрим с вами опять. Гепатоцитов. Да, в частности, в портальной циаде все-таки это артерия, это вена и это, конечно же, желчеводящий проток. И здесь как раз-таки проток желчи движется в сторону от центральной вены к желчеводящим путям. Кровь движется в сторону центральной вены вену. В синусоиде находятся и выполняют функцию защитную. То есть они, как макрофаги, осуществляют иммунную функцию, защищая большой организм весь, чтобы в системный кровоток не попали какие-то опухоли в клетки. И прочее. И клетки Купфера, они достаточно активные, они способны передвигаться между гепатоцитами, между этими балками. И если по какой-то причине клеток Купфера недостаточно, или существует какой-то хронический воспалительный процесс, то, конечно, они не всегда могут адекватно... Надо сказать, что кровь, которая притекает здесь по ветвям портальной циркуляции, она не стерильна. И транслокация бактерий всегда происходит из кишечника в системный кровоток. Но для этого и существует в нормальном организме клетки Купфер в том количестве, в котором это требуется, для того, чтобы не допускать пролиферации бактерий в паренхине печени и не допускать каких-то воспалительных процессов. Но вот если это происходит не так, как мы хотим, вот об этом наша сегодняшняя лекция. Этому она и посвящена. Здесь же мы видим на этой фотографии, на этом рисунке край гепатоцита, желчный край, желчный каналец. Обратите, пожалуйста, внимание, что в самом начале образования желчных канальцев нет никакого сосудистого строения. То есть желчный каналец – это просто пространство между гепатоцитами, куда гепатоциты выделяют желчь с желчными кислотами, бидерубинами, металлами и прочим, все, что должно в эту желчь поступить. И далее уже на краю печеночной дольки это превращается в некий сосуд, который представляет собой трубочку с однослойным эпителем, и по этому сосуду уже собирается желчь в более крупные желчеводящие пути. Чтобы нам иметь какую-то подсказку, какая часть печени больше поражена, мы имеем в своем арсенале возможность измерить печеночные ферменты. Давайте поговорим, какие бывают ферменты, какие мы можем измерять. Итак, ферменты, которые нам доступны, цитоплазматические, метахондриальные и мембранные. Давайте чуть-чуть подробнее об этом поговорим. Итак, цитоплазматические ферменты – это те, которые мы можем измерить и увидеть их повышение при повреждении самой стенки клетки гипотоцита и, соответственно, при повреждении цитоплазмы. Например, это аланинаминотрансфераза, всем вам известный АЛТ. Период полуведения у АЛТ очень неотвариабельный. Он может находиться несколько суток в крови после острого повреждения. То есть может случиться что-то, какой-то процесс уже пройти, и при этом АЛТ еще несколько дней будет высоким. И как маркер продолжающегося поражения, он не всегда суперточный, но тем не менее это основной фермент, который мы измеряем, если предполагаем, что сами гипотоциты повреждены. Лактат, дегидрогеназа используется в человеческой медицине, но более для определения повреждений пекарной печени. А для пациентов очень широкое распространение ЛДГ в тканях и при повреждении кишечника, поджелудочной железы, даже почек. ЛДГ мы на него ориентируемся. Ну и сорбитол дегидрогеназа тоже хороший фермент и очень точный, но, к сожалению, только в коневодстве. Когда мы работаем с лошадьми, то СДГ повышается, скажем, изолированное повышение СДГ тоже хороший маркер гепатита, но у кошек и собак, опять же, не суперинформативно. Если повреждение прошло дальше и, повредив стенку гипотоцита, повредив цитоплазму, дошло до митохондрии, разрушило митохондрии, то мы можем увидеть значимое повышение аспартата аминотрансферазы. И ее фракция может быть частично как цитоплазмой, так и митохондриальной. То есть, если мы видим высокое АСЦ, то мы можем говорить о том, что глубокое повреждение произошло гипотазмой и повредив стенку гипотазма. То есть, это хороший маркер в целом некроза, но обычно мы не так, чтобы уберем АСТ часто у пациентов, поскольку повышение ЛТ вкупе с симптомами, вкупе с другими ферментами, вкупе с визуальной диагностикой позволяет нам предположить, что сейчас происходит. Поэтому АСТ, наверное, информативен, но в очень узком списке случаев. Оргеназа в период полуведения довольно короткий, но оргеназа отражает наличие тяжелого некроза. И если произошло острое повреждение печеночное с поражением гипотоцитов со смертью, множество гипотоцитов в митохондрии и так далее, то оргеназа будет высокая. Но довольно дорогой анализ, не всегда его можно сделать. Теперь поговорим о мембранных ферментах, которые тоже для нас очень важны. Щелочная фосфатаза. Известный вам фермент имеет множество изоформ. Изоформа, то есть, по сути, это тот же фермент, просто имеет другую полярность. И когда я общаюсь с врачами или принимаю пациентов, которые были у моих коллег, я часто вижу некое заблуждение, когда мы видим высокую щелочную фосфатазу или даже не то, чтобы супервысокую, но чуть выше нормы, в наших головах она почему-то прочно связана с печенью и только с ней. Хотя на самом деле повышается она по разным причинам. И помимо печёночной причины, то есть помимо воспаления щелочная, может быть повышена из-за воспаления или опухоли кости, из-за воспаления кишечника. Например, у пациентов с хроничным заболеванием кишечника щелочная фосфатаза может быть высокой, может превышать в 2-3 раза норму, но при этом печень здесь ни при чём. Поэтому старайтесь всегда интерпретировать. Мы с вами понимаем, что щелочная фосфатаза может быть высокой у растущего щенка, поскольку это костный фермент тоже. В кости костей у молодого животного её будет много в сыворотке. Мы можем её там обнаружить. Это не говорит о каком-то гепатите. Также существует плацентарная форма щелочной фосфатазы и глюкокортикоидная, которая характерна для собак и не характерна для кошек. Что это значит, глюкокортикоидная форма? В практическом смысле это означает, что если вы назначили собаке преднизолон и через 2 или 3 дня взяли у неё анализ крови и у неё высокая щелочная фосфатаза, это не значит, что нужно говорить о гепатите или вакуалярной гепатопатии или о повреждении печени в целом и отменять это лекарство. Это говорит о том, что повысился фермент глюкокортикоидная форма щелочной фосфатазы, но это не значит, что нужно предпринимать какие-то действия, чтобы прекращать её повышение, поскольку это не всегда коррелирует с болезнью. Когда мы предполагаем болезнь печени у собак, связанную с применением стероидных гормонов, мы должны измерять помимо щелочной фосфатазы ещё и, собственно, пазматические ферменты, АЛТ, повреждения самого гепатоцита, повышение биорубина, например, и прочее. Поэтому если вы видите только повышение ЩФ у пациента на стероидных гормонах, это не значит, что он болеет гепатитом и вам нужно что-то с этим делать. Ну и гамма-глутанилтрансфераза, ГГТ, это фермент, который в большем своём объёме концентрируется на мембранах желчеводящих путей и он является довольно маркерным для определения воспалительных или обструктивных патологий желчеводящих путей, то есть холангиты, камни, мукоцели, всё, что мы сегодня будем разбирать, всё это имеет отношение по большей части к ЩФ и ГГТ. Помимо того, что мы должны понимать, есть ли воспаление или повреждение гепатоцита, мы должны понимать, насколько функция печени сохранена и насколько есть признаки обструкции. Часто для клинициста важно определить в ситуации, когда мы диагностируем болезни желчеводящих путей, определить, есть ли обструкция, поскольку ЖВП говорит нам о том, что мы должны сменить терапию на хирургию как можно раньше и, собственно говоря, на... Как понять, есть ли обструктивная патология? И что... Помимо тех ферментов, о которых мы уже говорили, я хочу рассмотреть ещё два фермента, два показателя, о которых... Итак, первый из них – это пилирубин. Я напомню, что пилирубин образуется при разрушении эритроцитов в норме, не разрушается в селезёнке, после окончания своего жизненного цикла, скажем так, разрушается в селезёнке, образуется свободный пилирубин, связывается с альбумином и упадает в печень. В печени этот свободный пилирубин связывается с... делает его водорастворимым и позволяет этому пилирубинам вводиться с желчью, в желчеводящий тюрьму. Через отверстную кишку попадает в толстую кишку. Там происходит метаболизм с помощью... Сасывается и выделяется с почками в виде уробелина, и часть его выделяется с кишечником в виде стеркобелина, который образуется из стеркобелиногена. Что придаёт коричневый цвет фекали? Собственно, это билирубин и придаёт. Билирубин сам по себе не играет какой-то важной функции, то есть он не нужен для чего-то, это не какой-то полезный или опасный фермент. Это, по сути, продукт распада клеток, который нужно вывести, и выводится он с желчью. И если мы видим повышение билирубина, мы можем говорить о нескольких видах... Смотрим, какие виды желтых им бывают и о чём мы можем понять, что мы можем что-нибудь предполагать. Итак, какие бывают виды желтух? Мы с вами понимаем, что желтуха связана с накоплением билирубина в тканях. И билирубин, который образуется сразу после распада эритроцитов, то есть свободный билирубин, несвязанный билирубин, он плохо проникает в ткани. И при повышении этого билирубина печёночная, то есть обычно связана с именом, и обычно это не супержёлтые животные. Мы с вами часто видим таких пациентов в ранней степени. Подробнее поговорим. Второй вид желтухи – это печёночная, связанная с тем, что билирубин уже поступил в печень, но по какой-то причине не может утилизироваться. И третий вид желтухи – это постпечёночная или механическая, или обструктивная желтуха, связанная с тем, что билирубин выводится в желчеводящие пути, но не может куда-то отжечь, потому что есть какая-то обструкция, разрыв или что-то. В общем, какая-то пробка, которая не позволяет этому пигменту, этому красителю, таким идёт организм, и он окрашивает ткань. Итак, предпечёночная желтуха связана в основном с обильным разрушением ретроцитов. Слишком много билирубина, и организм билирубин не может пилизировать. В классической форме это пациент, который выглядит так, как у вас на слайде представлено, он бледный и такого светло-жёлтого лимонного цвета. То есть в его организме довольно много свободного билирубина. То есть если мы возьмём у него анализ крови, его билирубин может быть очень высокий, при этом пациент жёлтый, но, как говорится, видали и пожелтее. Измерять свободный и связанный билирубин отдельно не представляет собой какой-то суперценности, потому что нет параметров какой-то корреляции цифровых, что вот если такого билирубина по столько раз больше, чем сякого билирубина, это говорит о том-то, а если нет, то о чём-то. Поэтому, наверное, этим не стоит заморачиваться. Есть другие преднаки. Это желтуха или всё-таки связаны с печенью. Итак, какие это признаки? Ну, во-первых, если мы говорим о обильном, быстром разрушении ретроцитов и как следствие выделения билирубина, почему наш пациент жёлтый, мы говорим об остром ухожении. Это было вполне себе адекватное животное и потом через сколько-то часов и через день, оно вдруг рухнет. Иногда одышка, слизистые бледния. Ну, в общем-то, если вы видели которые вот заболели очень быстро и у которых тяжёлый гемолизм, то вы, конечно, представляете то, о чём я говорю. Но любые химические признаки и гематокрит будут вам очень-очень полезны. То есть, если вы видите высокий билирубин и очень низкий гематокрит и нет других поводов для снижения гематокрита, например, нет какого-то кровотечения желудочно-кишечного, нет хронической болезни почек, которая бы объясняла низкий гематокрит. То есть, отвергая всё, что сюда не вписывается, мы можем вполне себе предположить, что желтуха всё-таки связана с гемолизмом и быстрым разрушением красных клеток крови. Какие могут быть причины? Ну, помимо бобезий, которые вы видите на слайде сейчас, могут быть и каплазма гемоселис, это кошачий вид крови паразитов, это может быть иммунопосредственно гемолизм, и иногда мы можем не найти причину этой именно посредственной гемолизмической аномии. После того, что мы её предполагаем как раз-таки при бобезиозе, после переливания крови, при лептоспирозе мы можем её видеть, предполагать и лечить, но иногда она случается сама по себе. Есть собаки, у которых есть в целом нарушение работы иммунной системы в плане гиперактивности иммунной системы, все мы с ним знакомые, у которых есть иммунопосредственные заболевания, или аутоиммунные заболевания. Ну и, собственно говоря, иногда мы даже не можем найти причину, которая случилась, это гемолизмическая аномия, но на фоне нашей терапии она разрешается. Поэтому, если у пациента вы не находите вирусную или бактериальную инфекцию, и тем не менее видеть у него предпечёночную желтуху, анемию и прочее, вы вполне себе можете поставить такой диагноз с иммунопосредственной гемолизмической аномии, даже не найдя первопричин. Но помните ещё, пожалуйста, кроме обезиоза есть другие векторные заболевания, эрлихиоз, ролиоз, анаплазмоз, которые не имеют вирусную исследованный ответ и разрушение эритроцитов. Поэтому, особенно, если ваш пациент, ну, скажем, был покусом клеща, или в вашей области есть риски того, что векторные болезни не распространены, то, конечно, нужно обследовать. Прикат с цинком тоже одна из причин, по которой может случиться такая история. Где взять цинк, спросите вы, цинк берётся легко в витаминов, есть множество витаминов с цинком, и иногда владельцы удивляют нас и дают, например, кошкам собачий витамин с цинком, где его очень много, и в итоге получается вот такая история. Ну и вирусосоциированные болезни, если особенно мы говорим о кошках с предпечёночной желтухой, то, конечно, нужно проверить их на вирусной лейкости. Печёночная желтуха, в свою очередь, связана с тем, что гепатоциты сами по себе не могут выполнять свою функцию связывания и заведения бедеррубина адекватно, и поэтому он повышается в крови, в соответствии, поступает обратно в кровь и повышается в крови, и как следствие окрашивает ткани в жёлтый цвет. Это связано как с повреждением самих гепатоцитов, так и с повреждением внутрепечёночных желчных ходов или желчных протоков. Когда мы с вами смотрели сегодня на картинку анатомическую, мы видели вот эту историю протоковую стадию желчеводящих ходов, это когда уже на краю печёночной дольки образуется некий проток с однослойным эпителем. И вот если мы говорим про вот эту историю микроскопическую, то повреждение в этой области также может вызвать печёночную желтуху. То есть, например, холангит, воспаление желчных протоков без холецистита, без додемита и так далее, это тоже печёночная желтуха. Билирубина много, ну то есть нормально, как обычно, это физиологическое разрушение репоцитов, но тем не менее гепотоцитой болеет или есть проблемы в желчеводящих протоках, и поэтому невозможно его вывести или адекватным образом связать. Инфекционный притонит кошек, если мы говорим о кошках, это частая история, холангигепатит, линфцитарный, нитрофильный, мы сегодня поговорим ещё о нём, опухоли печени, лекарственные взаимодействия, например, если мы говорим о кошках, то это отравление протестамолом, если мы говорим о собаках, то это могут быть токсические препараты типа карпрофена, типа поглиферала и так далее. Притонит инфекции тоже может повреждать печень, мы ещё сегодня этому делим время. Печёночная желтуха нарастает постепенно, это не острое состояние обычно, то есть это прогрессирующая какая-то зялость, повышенная жажда, отказки, дырвота, тошнота, иногда диарея, и в конечном итоге это когулопатия, гипотенцифалопатия, асцит, ну и все признаки печёночной недостаточности. Постпечёночная желтуха самая жёлтая из всех, поскольку при этой желтухе самое большое количество связанного водорастворимого бельярубина и обычная кошка или собака обструкция или разрезом желчеводящих путей. У кошек постпечёночная желтуха встречается гораздо чаще, чем у собак. Единственная категория собак, которых встречается часто такая желтуха это собаке с мукоцелем. Мы сегодня тоже об этом с вами поговорим. И при этом функция печени у таких пациентов нормальна, но желтуха самая прям ужасная, самая жёлтая оранжевая. Итак, давайте теперь рассмотрим анатомию желчеводящих путей непосредственности. Итак, желчный пузырь представляется сирозной оболочкой, есть мышечная оболочка, есть слизистая оболочка, слизистая ну, собственно, он похож на любой полуэрган, похож на кишечный пузырь. И суть работы желчного пузыря заключается в хранении и, что очень важно, в концентрации желчи. Желчный пузырь по сути нужен хищникам для того, чтобы выдать большое количество желчных кислот в тот момент, когда они требуются больше всего. То есть, когда псовая находит какую-то пищу, чаще всего это падаль, конечно же, там раз в два, в три дня, дай бог, то в этот момент ему нужно большое количество желчных кислот и нужно большое количество ферментов, которые будут убивать бактерии в просвете кишечника. Вот одномоментно, для того, чтобы был этот резервуар для пищеварительных ферментов и создан эволюцией желчный пузырь. Чтобы эта желчь не разъедала сам желчный пузырь, его слизиста оболстая и постоянно выделяет слизь, постоянно выделяет защитную вот эту, по сути, пленку, чтобы не разрушалась ткань желчного пузыря. Если по какой-то причине происходит слизистой оболочки желчного, то это, в свою очередь, стимулирует его на еще больше и больше щитить, чтобы обезопасить себя от повреждения. У псовых очень много желез, которые вырабатывают защитную слизь, много клеток, которые вырабатывают эту слизь, которая покрывает эту слизистую оболочку. У кошек гораздо меньше. В связи с чем это отличает кошек и собак по развитию болезней желчеводящих протоков и желчеводящих путей, желчного пузыря в том числе. Например, кошка по своей природе не питается раз в три дня, она питается много раз в день, и поэтому желчный пузырь постоянно поражняется, он даже особо не растягивается, так как у собаки не имеет такой возможности. Так же, как и желудок, как вы понимаете. И поэтому кошка в своем желчном пузыре не имеет такого большого количества слизистых желез, чтобы вырабатывать эту сзащитную пленку. Это объясняет, почему кошке никогда или практически никогда не болеет мукоцелью желчного пузыря, в отличие от собак, у которых эта патология, к сожалению, встречается достаточно часто. Здесь мы видим с вами на слайде анатомию слизистой оболочки в принципе стенки желчного пузыря. Мы видим мышечные волокна, мы видим эпители слизистой оболочки и мы видим секреторные клетки. Эпители слизистой оболочки довольно такой толстый, активный, даже где-то пролиферативных всего много для того, чтобы обеспечить защиту самого пузыря. Есть мышечные клетки для того, чтобы пузырь сокращался и под влиянием гормона, например, холецистокенина, желчный пузырь опорожняется, получает сигнал к сокращению. Пузырь сокращается спонтанно, без еды. И если говорить о пациентах, например, с хронической болезнью кишечника, то вот это спонтанное, обычно ночное или предутреннее упражнение желчного пузыря, которое физиологично для всех животных может приводить у таких пациентов к обострению процесса к тошноте, к рвоте утренней или ночной и так далее. То есть желчный пузырь это такая активная структура. Здесь на этом слайде мы с вами видим такие фотографии анатомического строения слизистой оболочки желчного пузыря. Мы видим с вами складки. Слизистая тоже собрана в складки для того, чтобы увеличивать площадь. мы видим с вами поры, через которые всасывается лишняя вода, какие-то электролиты, что позволяет желчи иметь более концентрированную консистенцию. И если взять человека, например, то за сутки желчь концентрируется примерно в 20 раз. то есть это тактейль из желчных кислот, который попадает в кишечник сразу после того, как мы поедим, или желчный может опражниться. То же самое примерно происходит и у наших пациентов. И если вы когда-то будете брать желчный анализ или уже берете анализ от светло-светло-оранжевого цвета до темного, буквально черного цвета, даже с вкраплением каких-то мелких микролитов, это все зависит только от концентрации. То есть по цвету желчи мы не можем определить хорошо с ним все или плохо. И здесь мы видим на слайде фотографию клеток как раз таки вот этих желез, которые вырабатывают муцин, слизь, которая покрывает эпителий. Если муцина вырабатывается очень много, иногда даже образуется муциновый камень. То есть настолько много вот этого по сути белка, который конгломерирует и мы видим даже конкременты из этого. Условно, болезни желчеводящих путей мы можем разделить на воспалительные патологии, обструктивные патологии, однако мы ни в коем случае не можем их отделить друг от друга. Очень часто воспаление притекает в обструкцию. Ну, например, воспаление приводит к образованию большого количества детрида, то есть парасидидебриса, который представляет собой клетки, нейтрофилы, например, и так далее. У кошек часто бывает история, когда холедах заполняется этим дебрисом и возникает обструкция на фоне, например, холецистита. То есть не промоем холедах, мы не сможем побороться с воспалением никак, поскольку здесь уже есть по сути закупорка, анатомическая проблема. Ну и в свою очередь обструкция, конечно же, приводит к воспалению, если есть какой-то камень или есть опухоль сосудочка двенадцатоперстной кишки, то есть опухоль при выходе из желчеводящих путей кишечника или опухоль холедаха, это, конечно, приведет к воспалению. И это история, когда мы клиницисты не всегда можем понять, что у этого пациента первично. и имея подозрение на обструкцию и воспаление, ну, единое целое понятно, но мы должны найти первопричину, поскольку если мы не уберем обструкцию, которая есть лечить воспаление, совершенно бесполезна. И если мы не уберем воспаление, то обструкция может возникнуть в свою очередь. Это камни, которые возникают часто на фоне нейтрофильного воспаления, то не решая основную проблему, мы не решаем ее дополнительно. Итак, какие у нас есть нотологические единицы? С точки ветерина нотологии есть холецистин и без микроза, и холангит, холангит, гепатит, лимфоцитарный, нейтрофильный, и если у вас такой эндомичный например район в этом аспекте, то может быть и паразитарный холангий гепатит, например, связанный с эпистархоз. Но однако стоит отметить, что если даже вы не живете в Новосибирске или Красноярске, все равно паразитарный холангий гепатит встречается, поскольку например токсоплазма может встречаться вне зависимости от региона в любом уголке нашего большого земного шара и вызывать воспаление желчеводящих продуктов. В основном же все-таки причина холецистита холангита это бактериальная инфекция паразитарная. Судя по тем исследованиям, которые у нас есть, в основном это кишечные бактерии обычные, это кишечная палочка, кокки, клостриди и так далее. В основном своей кишечной бактерии не должны засиживаться, скажем так, в желчеводящих путях или в желчном пусыре. Но если есть предрасполагающие факторы, то они это могут. К предрасполагающим факторам относятся, например, хроническое воспалительное заболевание кишечника, относятся к кистозной гиперплазии, слизистой оболочке желчного пусыря, то есть если есть заболевание может там забержаться и вызывать воспаление. И в норме реализируют эту историю, но бывают ситуации, когда бактерия имеет высокую степень верообъемности, то есть она может проникнуть в желчеводящий пути, в желчный пузырь, задержаться на слизистой оболочке, проникнуть в эту оболочку, начать ее коммунизировать и становится недоступной для иммунных клеток. Надо сразу же отметить, что в целом желчный пузырь это не самый лучший орган для проникновения и накопления антибактериальных препаратов, поэтому терапия холецистита всегда будет довольно долгая для того, чтобы антибиотик поддерживал минимальную гибриджу концентрацию в стенке желчного пузыря, где живут микробы. Не всегда вообще в принципе это удается, то есть там могут жить не супер активные агрессивные бактерии, но при этом мы не можем добиться нормальной концентрации антибиотика из-за кистозной гиперплазии слизистой оболочки и приходится такой пузырь удалять, но об этом мы сегодня еще поговорим. Итак, инфекция, которая может попадать в желчный пузырь, она может быть как восходящая, то есть попадать через холедах, через желчеводящие протоки в желчный пузырь. Это встречается не так часто, в основном инфекция, которая попадает в желчный пузырь, это инфекция, которая транслоцирована из кишечника, то есть попала из портальной циркуляции, которую мы сегодня в самом начале лекции с вами разбирали. И если мы посмотрим на исследование, мы получаем образец абсцесса и просто воспаления в печени и смотрим, что там за бактерии, мы понимаем, что это инфекция, которая попала туда именно путем транслокации, не восходящим путем. Как мы это понимаем? Во-первых, для того, чтобы бактерия пошла восходящим путем, попала в желчный пузырь, она должна привести к воспалению на всем своем пути прохождения. Если она не вызывает воспаления, то она в целом на пути восхождения, то есть не вызывает воспаления в диаспекте, в холедыхе, в пузырном протоке, то она не может вызывать его в желчном пузыре. Если вы не видите воспаления нигде, кроме печени и желчного пузыря, то, скорее всего, это не восходящая инфекция, это транслокация. Если мы говорим о кошках, то у кошек в принципе страдающих, как существа, которые часто страдают хроническим колитом, бактериальная инфекция в печени, в желчных протоках обычно связана с агрессивных или в целом более разнообразных патогенных микробов в кишке из-за хронического колита или из-за хронической энтеропатии в целом. Поэтому, если у вас есть код, у которого колит, отвечающий на клетчатку, паразитарный колит, колит, который связан с пищевой аллергией, то вы всегда должны обращать внимание на его печень и на желчеводящие протоки, если там уже какой-то инфекции, потому что это классическая история. Итак, бактерии мы можем найти в самой желчи или стенке желчного пузыря. Здесь мы видим с вами схематичную картину желчного пузыря. Здоровый, вот мы видим слизистую оболочку, она довольно толстая, активная, хорошая, но если сюда попадают бактерии, то желчный пузырь начинает отекать, продуцировать больше слизи, изменять его вправление самой слизистой оболочки, изменяется и хогены слизистой оболочки, то, что видит нам врач визуальной диагностики и подсказывает, есть ли там холецистит или нет. Классические, и я сейчас говорю больше о собаках, с вами собачка на фотографии представлено, классический холецистит протекает у собак, у кошек всегда эта история совершенно не классическая, проявляется в основном только лихорадкой или анорексией. У собак является болью, и так как мы с вами уже теперь знаем, что пузырь порожняется после еды из-за воздействия холецистокинина, то обычно и ранние признаки холецистита классические, это боль в животе после приема пищи или постпродиальная боль, то есть когда собака ела и после этого начала беспокоить, может найти себе место или у нее какое-то бурление в животе, отрыжка, что-то, она начинает нервничать и часто владелец начинает отмечать, если это медленно развивающаяся проблема, то он начинает отмечать некий что-ли избирательный аппетит, что собака начинает вредничать, этот корм хочу, этот не хочу и достаточно понимать, что попризы это не всегда история, которую мы должны привязать к животному и в целом каприз как таковой восприним только людям, у таких пациентов часто возникает каприз в кавычках из-за того, что после определенной еды они чувствуют себя плохо и они ищут что-то другое, что не ассоциируется с болью в животе, поэтому это важный признак и у пациентов с избирательным аппетитом, которого, например, не было, сейчас начался, нужно рассматривать болезнь желточного пузыря в том числе. Иногда бывает повышенная температура, если это нитрофильный процесс рвота, динамическая непроходимость или иллюз, желтуха, плюс-минус, не всегда при холецистите они желтеют. Если это, опять же, собака и это нитрофильный холецистит, мы можем увидеть лейкоцитоз или нормальные лейкоциты, но с со сдвигом влево или токсическими нитрофилами, то есть лейкоциты в норме, а палочка ядерная текти. У собак щелочная фосфатаза и ГГТ могут быть повышены, АЛТ может быть повышены, но опять же кратно все-таки больше повышений мы ждем от холестатических ферментов, от ЧФ и ГГТ. Что касается кошек, к сожалению, здесь мы не всегда можем быть уверены в том, что мы видим то, что видим, поскольку у кошек даже при тяжелых воспалительных заболеваниях желчеводящих путей ферменты печеночные могут быть нормальными или повышаться только, например, ЩФ, или повышаться только бидербин, при этом воспаление есть во всем органе. Поэтому, если вы не видите у кошки высоких ферментов, аузист говорит, что воспаление есть, то верьте все-таки узисту больше. Последствия холецистита могут быть как, собственно, незначительные, то есть иногда после лечения холецистита мы видим только, или после переболевания холецистита мы видим только изменение в химцеоболочки желчного пузыря, но все-таки если инфекция остается и она приобретает хронический характер лечения, то мы сталкиваемся с вами с холециститом. Только в желчном пузыре они могут быть и в желчных протоках. Для кошек очень характерно иметь нитрофильный холецистит, связанный с образованием конкрементов внутри печеночных, внутри холедаха, внутри блюдахов, внутри желчного пузыря, при этом они могут быть суперэхогенные, прямо инкрустирующие эту печень, инкрустирующие желчный пузырь, даже стенку желчного пузыря. То есть у вас, как для клинициста, это не должно быть динатом, что все плохо, и вообще камни в желчеводящей системе не должны у вас осознать хирургией в самом начале, поскольку холедиаз это не всегда хирургическая проблема, а часто это все-таки терапевтическая история, которую мы должны полетить путем подбора необходимой антибиотикотерапии. Итак, холедиаз, запомните, пожалуйста, это частое осложнение нитрофильного холитоситета, ангогепатита. Видеть камни в желчеводящей значит нужно оперировать, нужно понять, какая бактерия находится, и если это бактериальная инфекция, и мы поймем, что это за инфекция, мы вполне себе можем вылечить пациента без хирургического вмешательства. Большинство холитоситов содержатся карбонат кальция и кальция билирубинат, это черные или бурые камни, многие из них растасываются, некоторые нет. Даже если камень был связан с инфекцией, он образовался, в некоторых случаях мы можем провести терапию, и он исчезнет, этот камень, в некоторых случаях терапия не помогает, если есть симптомы, то мы должны этот желчный пузырь удалить, но все равно удаление желчного пузыря это не пункт номер один, как в гуманной медицине, если мы обнаружили там камни. основным симптомом клинического холитеаза является беспокойство, некий дискомфорт после приема пищи, но в большинстве случаев мы с вами все-таки не видим жалобу таких больных, или мы жалобы не интерпретируем их как жалобы, которые можно связать с болезнью желчного пузыря, например, у собаки раз в несколько месяцев случается какой-то дискомфорт, или бурление после еды, или какое-то нежелание есть внезапное, спонтанное, и нам очень сложно, особенно если это пациент с наличием других хронических патологий, например, йорку, у которого хронический панкреатит, или в языке сказать, что это связано с холитеазом. Тем не менее, если вы видите камни в желчном пузыре, вы видите какие-то симптомы, не обязательно они должны быть острые, не обязательно это те, что на слайде представлены, желтуха, боли, рвота. Если вы видите хронически текущую проблему, и там какой-то камень вроде болтается, желчном ничего не вызывает, все равно нужно рассматривать это как проблему и заниматься терапией. И чтобы заниматься терапией, в первую очередь нам конечно нужно по-хорошему докопаться до причины, почему этот камень там появился. Но в любом случае во многих историях холидиаз протекает бессимптомно. Если камешек или несколько камней, которые там находятся, травмируют слизистую оболочку желчного или попадают в пузырный проток или в холедах, то симптомы возникают. Если они там не перемещаются, не вызывают проблемы, то симптомов не будет, и мы это увидим как случайную находку на УЗИ. Однако это не значит, что ничего не нужно делать. Итак, основной диагностикой холицитита конечно является ультразвук. Бывают истории, когда мы не уверены вообще, что холицит имеет значение, но УЗИ вдруг его нашел, а что же делать. Классические симптомы боли, лихорадки, лейкоцитозы связаны с острым нитрофильным или с некротизирующим холицитом. Как вот здесь на слайде слева неробная стенка гиперохогенная утолоченная это давно у него кистозная гиперплазия очевидно здесь у него сейчас есть вторичная инфекция, но болеет он этим довольно давно и у него может быть классических проявлений быть, но могут быть проявления, которые мы можем интерпретировать как проявление воспалительного заболевания кишечника, например, то есть у него периодическая рвота, иногда болит живот, иногда диарея, бурление, светлый стул, что-то, что может возникнуть и потом повторится только через несколько месяцев. Так вот, хронический холецистит вполне себе может так себя вести, поэтому если вдруг ваш врач визуальной диагностики нашел такие признаки холецистита и у вашего пациента есть симптомы хронической истории заболевания, то на это обязательно нужно заниматься и диагностировать и лечить. Даже если ферменты при этом нормальны. Здесь на слайде справа, на картинке справа, мы видим с вами желчный пузырь кота, он очень маленького размера, то есть из-за воспаления он довольно ригидный, он даже не может наполниться адекватно, несмотря на голодную диету. гиперхогенная печень сама по себе довольно яркая, то есть здесь не только холецистит, но есть еще и холонгий гепатит. Стенка утолщенная, стенка гиперхогенная, яркая, то есть все это говорит о желточном пузыре. У такого кота вполне себе могут быть абсолютно нормальные печеночные ферменты и нормальные ликограммы. Это не должно останавливать вас от дальнейшей диагностики и терапии, поскольку ферменты могут быть хорошие, пока кот не развалился совсем, нам не нужно этого дожидаться. Итак, основная диагностика холецистита, особенно хронического, особенно если мы видим с вами вот такие конкременты. Основная диагностика это, конечно, взятие желчи и тканей печени на посев. Так это можно сделать. Мы должны с вами провести такому пациенту холецистит. Мы берем обычную иглу от шприца 5 мл, берем систему от капельницы, берем шприц сам, берем узиста, у себя аппарат, анестезиолога, даем седацию пациенту и проводим холецистит синтез. Наша задача максимально, как только это возможно, опорожнить желчный пузырь. Как вы видите на этом слайде, даже наличие конкрементов каких-то камней в желчном не является абсолютным противопоказанием для холецистит синтеза. Мы вполне себе можем его осуществить. Ваша задача аспирировать максимально желчный пузырь, чтобы жидкость не подтекала до того момента, пока эта дырочка от иглы не закроется, не зарастет, пока желчнокопица пройдет очень много времени, и к этому моменту желчный пузырь уже снова восстановит свою целостность. опасный метод, и осложнения встречаются меньше, чем в одном проценте случаев. Если более интересно посмотреть на статистику, почему возникают осложнения, какие есть риски, и вообще что с этим делать, у меня на страничке в фейсбуке есть список статей, посвященных этой истории, вообще в целом желчками не болезни, холецистит, синтезу, диагностики холециститов. Но наша с вами задача, если мы видим пациента с камнями, понять, что за инфекция у него там в желчном пузыре, как ее лечить, поскольку если мы будем лечить ее вслепую, то в большинстве случаев мы попадем в просад и не достигнем терапевтического результата, поэтому если есть хронический холецистит или камни, лучше форсировать диагностику. Мы можем получить в итоге вот такой образец желчи, здесь мы видим в шприце желчь, полученную от кошки, мы видим, что она такая зеленоватого цвета, в целом это неплохо, но такой адекватный вполне цвет для желчи, но здесь мы видим активный осадок на дне, такой гнойный, хлопьевидный осадок, то есть это отличный пример нитрофильного гнойного холецистит. Чтобы диагностировать холецистит нам нужно в первую очередь конечно УЗИ печени и желчеводящих путей, понять эти там воспаления в целом. Нам нужно анализ, провести цитологию, провести как программу, если мы увидели бактерии и отправить эту желчь на посев. Также нужно отправить на посев и на гистологию. помните мы с вами в начале лет проникает стенка желчного пузыря, когда туда проникают бактерии. Они в желчи обычно не живут. Мы берем анализ желчи, поскольку во многих случаях, когда происходит воспаление, бактерии спорадически, спонтанно попадают в желчь, и мы можем их найти. кусочек желчного пузыря на анализ у пациента и оставить желчный пузырь в пациенте мы не можем. Это невозможно, это очень сложно. Нельзя из него даже что-то как при травматической катетеризации мочевого пузыря, например, нельзя так активно набрать материал, поскольку у него очень тоненькая стенка, невыраженный мышечный слой и травматизация приведет наоборот к некрозу и необходимости ургентной хирургии. Поэтому мы берем желчь в надежде, что мы там кого-то поймаем, найдем, кто выпал условно из стенки желчного пузыря. Еще хорошо брать помимо желчи, если мы проводим диагностику, хорошо брать и ткань печени, так как мы с вами теперь уже знаем, что в большинстве случаев инфекция все-таки транспорцированная, то есть не попавшая из холедых, а попавшая из крови сначала в желчеводящие протоки, гепатоциты и потом из них в желчеводящие пути, уже в желчеводящие пути, то мы понимаем, что взяв анализ ткани печени на цитологию посев, мы можем иметь хорошие шансы найти там возбудителя болезни. Иногда, конечно, бывают совсем сюрпризы, когда в желчи у нас вырастает один микроб, а в печени другой микроб. То есть если вы уже решили тыкаться в своего пациента иголками, то помимо желчи потыкайтесь и в печень, возьмите оттуда тоже посев. А если пришлось удалять желчный, например, из-за того, что там камни и обструкция, то нужно провести физико-химический анализ камней и обязательно посевать стенку в желчном пузыре. Желчь в этом случае не обязательно сеять, если вы удаляли и не брать. Это важно взять стенку и если из камня, макроскопическое. Здесь мы видим с вами образец желчи. Вот, кстати, та система, которая нужна вам для того, чтобы получить анализ. Иголочка, собственно говоря, трубочка от системы и шприц 5-миллилитровый или 10-миллилитровый, в зависимости от размера собаки. Самым большим собакам нам приходилось брать анализ желчи с помощью спинальной иглы, типа, какие-то крупные алабаи или это грейхаунд или русская псовая борзая или салюки, у которых глубокая грудная клетка и пятеркой просто вы не попадете, не достанете желчный пузырь и тогда спинальной иглы вполне себе очень удобно, но в основе своей мы, конечно, пользуемся вот этой историей. Ну, вы можете увидеть вот такую желчную пример, как на этом слайде, это гнойное совершенно воспаление нитрофильных алицитит. При этом вот как раз в этом случае у пациентов желчи были одни бактерии в желчном пузыре, а в ткани печени другие бактерии с разной резистентностью, поэтому нужно понимать, что нужно лечить все и печень, и желчеводящие пути, поэтому берите на анализ максимальное количество образцов от пациента. Обязательно отправляйте на посев, даже если вы посмотрели, у вас есть возможность, например, сразу посмотреть в микроскоп, или у вас есть лаборант, который поймет, есть ли бактерии или нет. Татология тоже важна делать, если бактерии есть, сразу покрасить по грамму, и если бактерии нет, нужно отправить на посев. Во многих случаях мы не видим бактерий в самом образце желчи, слишком разбавленная история получается, но при этом видим бактерии в посеве, причем в огромное количество. терапия вопрос, когда мы говорим о холецистите. Если это первичный пациент, который никогда до этого не лечил холециститы, или это пациент, у которого не было отличных курсов разных антибиотиков, то есть мы не предполагаем у него супер какую-то речистентную инфекцию, или это не пациент, у которого эмфизематозный холецистит, то мы должны наверное рассматривать амбулаторное лечение. Для амбулаторного лечения нам, конечно, нужны антибиотики. В основном холецистит это бактериальная проблема. Иногда у кошек холециститы встречаются при лимфоцитарном воспалении, при лимфоцитарных холомбегепатитах, мы о них сегодня еще поговорим отдельно. У собак бывают признаки холецистита, то есть яркая стенка или толстая стенка желчного пузыря, какая-то взвесь, сладший сгусток даже в желчном, но при этом это асептическая проблема, связанная с кистозной гиперплазией слизистой оболочки. Дифференцировать без посева мы не можем, поэтому в идеале у пациента, у которого тяжелый холецистит или хроническая проблема с желчным, мы должны взять анализ на посев и пока мы этого посева ждем, назначить антибиотикотерапию. Лучше всего проникает и действует на аэробов и анаэробов в тканях печени, в парфиналоны плюс метронидозол. Если у пациента лейкоцитоз и все признаки суперострово- нитрофильного процесса, то вы можете назначить и марбофлоксацин, и метронидозол, и пенициллины совместно и потом производить так называемую деэскалацию антибиотикотерапии, то есть отменять по очереди антибиотики. Но назначать нужно в таких тяжелых случаях сразу три. В принципе, если мы лечим хронический холиотитит, то можно ограничиться торхиналоном и метронидозолом, трихополом. Желчегонный препарат урсофальк. Тоже скажу пару слов. Желчегонный он в кавычках, поскольку у собак он не обладает свойствами стимуляции поражения желчеводящих путей, желчного пузыря в отличие от людей, но в целом в исследованиях отмечается, что возможно его положительный эффект связан с повышением количества жидкости в самой желчи, то есть снижение в этой концентрационной истории, когда желчь не настолько густая, насколько она могла бы быть. И в этом отношении урсофальк, конечно, пойдет нам. Данилметианин, гептрал, доносил, дономарин, аналоги должен даваться натощак, обязательно не кормить в течение часа или двух после приема таблетки. Связано это с тем, что если данилметианин обладает очень слабой, скажем, биодоступностью, то есть около 5% препаратов всего всасывается при пероральном приеме, с едой может всасаться 0%, усвоится 0%, поэтому лучше всего давать натощак, или если у вас пациент, который чувствует себя совсем плохо, то можно начать с парентерального введения седанилметианин или перейти на пероральный прием препарата. Предвосхищая вопросы про метианин, поскольку есть препараты, не буду называть их торговые названия, но вы прекрасно все, думаю, знаете, которые содержат не садемилметианин, а конечно, гораздо дешевле, чем садемилметианин. Вообще, в чем суть дачи этого лекарства? В ней очень сильно расходуется фермент, который называется глутатион. Глутатион участвует более чем в 500 ферментативных реакций, и он очень-очень нужен, но воспаление расходует глутатиона больше всего. И если глутатион истощается, то и гипотоциты умирают, микрос продолжается, то есть это по сути дрова, которые нужны, чтобы наша печка работала как надо. Эсадемилметианин не лечит печень, он не препарат для того, чтобы раз, и гепатита больше не было. Он служит единственной целью, повышает количество глутатиона, то есть вступает в ферментативную реакцию и повышает количество глутатиона. Метионин, в свою очередь, чтобы иметь какой-то эффект, должен под воздействием глутатиона превратиться в эсадемилметианин и затем поддерживать уже остальные ферментативные реакции. То есть если у пациента дефицит глутатиона, мы предполагаем, что он есть при воспалении, давать ему метианин, который не подвергнется ферментативным реакциям, которых мы ждем, довольно нелепо. Поэтому если у пациента гепатит, холецистит, холонгигепатит тяжелый, то вам нужно уже метианин, не метианин, численность. Ну и также витамин Е или токоферол продается он обычно в медицинских аптеках в виде жидкости или капсул. 10 единиц на килограмм в сутки в течение месяца, полутора месяцев это хороший антиоксидант, который препятствует дальнейшему разрушению гепатоцитов из-за продолжающегося воспаления. Еще на что хочется обратить сегодня внимание это ретроспективное исследование, которому подверглись 54 случаи холонгигепатита и холецистита у собак и суть его сводилась к хроническими рецидивирующими холециститами тех, которые подвергались в конечном итоге холецистиктамии, которые продолжали лечиться терапевтически. И вывод здесь достаточно простой и очевидный, что собаки, которые подвергались холецистиктамии при хроническом течении болезни желудочного пузыря, жили более долго и, вероятно, более счастливо, чем те собаки, которые продолжали постоянно какое-то терапевтическое лечение при рецидивах. Поэтому, если у вас есть пациент, у которого не проходит холецистит или он вроде как выздоровел, а потом у него рецидив случился через короткое время, то нужно задуматься про холецистиктами. Хирургическое лечение желчного пузыря заключается в его, собственно говоря, удалении. Есть несколько видов разных хирургических тактик, скажем так, я вам о них не расскажу, поскольку я не хирург, но суть передам. Значит, проблемы в желчеводящем протоке или в сосочке 12-перстной кишки, куда эти протоки выходят, и мы удаляем желчный пузырь, обычно промываем желчный проток и в некоторых случаях туда устанавливаем дренаж, например, в виде катетера мелатона и рассасывающимися нитями пришиваем и со временем эти нитки ну, рассасываются естественным путем этот дренаж выходит из органов животного. Вот у этого пациента, который вы видите на слайде, у него трубочка подзастряла в эта кошка, причем очень маленького размера сама по себе, эта трубочка подзастряла в 12-перстной кишке и начала вызывать симптомы кишечной непроходимости, поэтому нам пришлось залезть в нее эндоскопом и этот мелатон удалить. Есть еще в качестве дренажа или, скажем, в качестве все-таки как сказать, даже не дренажа, существуют детские для младенцев такие стенты, которые можно устанавливать животным, кошкам, собакам, у которых есть одна замечательная фишка, препятствующая забросу содержимого 12-перстной кишки в желчеводящей протоке. То есть анатомический сфинктер, который находится в 12-перстной кишке, должен открываться дренаж типа нелатона, то он приоткрыт, и это способствует забросу бактерий и содержимого там, например, пищеварительных ферментов в 12-перстной кишке. А если мы ставим детский стенд из куманной медицины, то есть специальная система, которая препятствует забросу. Поэтому в целом это хорошая история и вполне себе возможно ее осуществить. Желчный пузырь на холицистостектомии со стороны серозной оболочки может выглядеть достаточно хорошо. И когда вы направляете пациента на операцию, вам нужно поговорить с хирургом сразу, что как бы не выглядел желчный пузырь внешний, его все равно нужно удалить, поскольку мы ориентируемся на скрение его слизистой оболочки, на УЗИ, или наличие камней, или наличие симптомов, в общем, все то, о чем я говорила ранее. Иногда желчный пузырь выглядит внешне вполне себе живым и прекрасным. Вот как на этом слайде, нормальный желчный, ничего такого. Иногда, конечно, мы понимаем, что он выглядит чудовищно. Он перерастянут, и в нем огромное количество желчи, его точно надо удалить, и в нем, например, кровоизлияние. Но даже если хирург не видит, что желчный выглядит чудовищно, повторюсь, все равно это не является поводом по принятию решения его не удалять. То есть операция по удалению желчного, она, конечно, является диагностической в том числе, но в плане посмотреть, а что с печенью происходит. Может быть, там есть признаки воспаления, очаги какие-то, но не для того, чтобы принять решение удалять или удалять желчный. Это все-таки ваше решение как клининсист. Антибиотикотерапия это хорошо, но иногда мы пытаемся подобрать антибиотик вслепую, не делая посевы или не удаляя желчный, или не беря посев из самой печени, зачастую приводит к формированию абсцессов с наличием суперрезистентных микробов. Это как раз тот пример клинического случая, когда в желчи вырос один микроорганизм и удалив желчный, мы не вылечили пациента и не взяв образец печени, не знали, что в самой ткани живет другой микроорганизм с другой антибиотикоррезистентностью. поэтому наша терапия по сути совершенно бесполезна и в конечном итоге у этой кошки случились множественные абсцессы печеночные, которые пришлось также резекцировать, включая резекцию долей печени. Поэтому если мы понимаем, что печень орган, который хорошо регенерирует, но все-таки надо постараться ее использовать. Поэтому если мы не хотим вот таких последствий, лучше всего, если ваш пациент болеет давно или болеет рецидивирующе, брать образцы на посев из всех желчеводящих путей и желчного из печени. Ну а теперь мы с вами поговорим про патологию, которая в принципе лечится только хирургическим путем. Однако не все сейчас постараемся разобраться, когда все-таки есть мукоцелия. Итак, что такое мукоцелия? Мукоцелия это скопление густой вот такой черной слизи, черной из-за бидрубина, соответственно, слизи в желчном пузыре. Эта слизь представляет собой продукт муцина, в какой-то степени бактерии, но в основном она может быть асептической, не связанной даже с воспалительным заболеванием, она связана с кистозной гиперплазией стенки желчного пузыря. Если кистозная гиперплазия, то мы можем предполагать следующие причины. Воспаление хронической стенки желчного пузыря, холецистит, который мы то лечим, то не лечим, то проявляется, то не проявляется. Опять же, холецистит может проявляться с, как мы с вами теперь знаем, уже с симптомами неспецифическими, редкими, вроде как не сильно ужасными, ну, там что-то поболел живот 20 минут после еды, ну, какая-то рвота натощак, там, раз в неделю, раз в две недели, а потом вроде хорошо собака себя чувствует. И эта дверь может, ну, на самом деле, годами. И это не побуждает владельца обращаться к врачу, делать исследование. Если он и обращается, иногда врачи находят что-то еще, что более убеждает их, например, болезнь желудка или болезнь поджелудочной железы, и желчный пузырь остается незамеченным. Воспаление прогрессирует, продолжается, и это приводит к тому, что слизистая оболочка пытается защитить себя от бактерий и от отел, и от провоспалительных цитокинов создает больше и больше слизи, создается отек, ну, и эта слизь, и этот отек приводит к тому, что нарушается отток желчи из желчного пузыря, из пузырного протока, и это все превращается в мукоцелли. Но все-таки в большинстве своем я вижу мукоцелли, который не имеет септической причины, не имеет воспалительной причины. Это либо болезнь, связанная в принципе с повышением триглицеридов желчи, то есть эндокринные патологии и так далее, либо это первичная болезнь желчного пузыря. Если вы захотите что-то почитать побольше про мукоцелли, вот здесь есть хорошее ревью, это работа ребят вот такая совместная работа по ревью мукоцелли желчного пузыря, ну и, конечно, Шерен-центр одна из самых известных специалистов по билярной системе у мелких домашних животных, она нынче на пенсии, но тем не менее от нее осталось большое количество статей в интернет-пространстве и глав книгах по гастрометрологии, поэтому у нее тоже есть прекрасное ревью заболевания желчного пузыря и билярного дерева, вы можете найти ее в открытом доступе и, собственно говоря, пытаться перевести, расширить свои знания. Но я вам вкратце все-таки расскажу сегодня про мукоцелли тоже. Итак, причины и факторы риска. Болеют собаки среднего и старшего возраста и собаке есть какие-то эндокринологические патологии, более предрасположены синдром Хуршинга, гипотерриозный диабет, ну, как вы уже понимаете, все то, что приводит к повышению триглицеридов желчи. Это может быть повышение триглицеридов, связанное, например, с нейфротическим синдромом также, или с тем, что у собаки ожирение, она, или она получает целую высокожировую диету, собака с панкреатитом, или это диапатическая гиперлипидемия. Например, если мы берем шнауцеров, то у шнауцеров есть врожденная патология, связанная с нарушением обмена триглицеридов, и у них бывает повышается триглицериды в сыворотке крови настолько, что даже это может привести к судорогам, так как реология крови повреждается сильно, есть ишемия головного мозга, в связи с этим может развиться панкреатит и, конечно, мукоцели. Как я уже отмечала ранее, это основная, ну, наверное, все-таки основная причина развития мукоцели у собак. Есть описание мукоцели, гистологического мукоцели у кошек, есть два случая кейс-репорта про кошек, не характерные для кошек патологии, однако мутации могут быть всегда, как вы понимаете, мы сами знаем, что мукоцели, слизистая оболочка по сути там сходит с ума и начинает протуцировать огромное количество муцел и огромное количество слизи. У кошек слизистая оболочка в целом содержит, даже она сойди с ума не сможет привести мукоцели, но кошки кошкам рожи и есть те, у которых, видимо, есть какая-то врожденная патология, мутация и у них тоже может быть мукоцели. Наискать мы не будем. Есть некоторые, наверное, предположить по размеру мелкие и средние собаки болеют типа шнауцеры, опять же, колейшел, крупные или собаки гигантских пород практически не встречаются в разрезе этой патологии. Практически не значит никогда, но подозревать все-таки стоит больше у мелких собак. Коли более предрасположены, поскольку у колей, у шелти есть наследственная патология, связанная с нарушением обмена липидов, опять же, в желчеводящих и у них образуется густая такая желчь, которая приводит к мукоцели. То есть, переводя на русский язык, колей может не болеть никаким воспалительным заболеванием и даже кистозной киперплазией желчного пузыря, но при этом мукоцели, то есть, совершенно здоровая коля или шелти может болеть мукоцели, поэтому здесь с этими породами надо быть начеку. В третьих случаях мукоцели это бессимптомные пациенты, то есть, мы находим у них узи-признаки, при этом не видим клинической картины и, как говорят узисти, случайная находка. Если мукоцели проявляется уже клинически, то мы видим симптомы. Почему мукоцели может проявляться? Вы видели на фотографии удаленный такой слизистый комок, который занимает всю полость пузыря. Желчный пузырь это структура с тонкой стенкой, нежные органы. И вот эта слизь, которая растет внутри него, он естественно не может опорожниться, он естественно давно уже не выполняет функцию этого пациента. И давление постоянное на стенке желчного вызывает тишни, то есть нарушение кровоснабжения слизистой оболочки, что в свою очередь в конечном итоге приводит к некрозу и в некоторых случаях даже разрыву стенки желчного пузыря. Вот в этих случаях мы конечно видим симптомы. Какие они? В основном это рвота от боль, полиурея, полидипсия из-за того, что это очаг, который воспален и если начинается некроз, начинается воспаление и в области желчного пузыря, то есть само ложе желчного воспаляется там, где он находится в печени и это вызывает конечно активные симптомы у собаки иногда это желудочно-кишечные симптомы включая диарею, но в основном тех собак, что мы видим это рвота и боль в животе и лихорадка. Пожалуй это основные такие признаки того, что мукацели уже пора с этим что-то делать. Желтуха встречается не всегда, если нет обструкции желчеводящего протока желтухи не будет. При этом заболевания нет поводов естественно не для предпеченочной желтухи нет поводов для печеночной желтухи, а пост печеночной возникает если вот эта слизистая история проникает и в пузырный проток или в холедах. Так бывает и если слизь начинает оставаться или расти слизистый комок в холедахе иногда это приводит к разрыву холедах и это уже супер сложная история в плане хирургии и иногда таких пациентов приходится эутонозировать во время операции поскольку это требует какой-то тяжелой пластики который иногда даже невозможно провести потому холедах разрывается но если в холедахе ничего нет и это только в желтном пузыре то желтухи может не быть то есть мы видим симптомы боли вялости угнетения рвоты и так далее и это может быть разорванной желчной пузы но при этом желтухи может не быть многоторично встречается статистически только в 16% случаях примерно ну и в тяжелых случаях конечно мы можем видеть пациентов в шоке что в лабораторной диагностике и мы сейчас говоря о лабораторной диагностике говорим только о клиническом мукоцеле если это суббит признаков нет некроза то в лабораторных показателях вообще все будет прекрасно то есть по узиму мукоцеле в биохимии все идеально если это клиническая история то мы обычно видим воспалительную ликограмму анемию повышение холестатических ферментов повышение ЛТ гамма-ГТ высокий билилупин ну и если это разрыв протоков или это желчный перитонит то мы можем видеть и лактат высокий и льбумин низкий и признаки асцита признаки перитонита и прочее прочее основным методом диагностики мукоцеле ну конечно же является УЗИ по УЗИ картина довольно характерна но опять же есть не классические формы мукоцеле то есть когда мы видим с вами вот такой сгусток такой ровный желчный пузырь сгусток яркий пехогенный посередине от него расходятся такие как бы тяжи в сторону стенок желчного пузыря и желчный пузырь не порожняется смотрим ли мы этого пациента на защак смотрим ли мы после приема какого-то количества пищи мы знаем что желчь должен сокращаться если мы подозреваем сгусток то мы можем пациента накормить например дать им ложку сметаны 20% и после этого через 20-30 минут посмотреть на музей жир влияет на выработку холецистокенина как ни что другое и если желчный пузырь порожняется и там остается какой-то сгусток но он уменьшился в объеме то мы понимаем что это пока еще не мукоцеле как вы помните из фотографии удаленного пузыря это сгусток который занимает всю площадь и он не может позволить желчному упражнится еда не еда и такой абсолютно такую же картину будете видеть как натощак как после еды и как после провокации какой-то жирной пищи в сфере желчного пузыря ботеря продолжает сохранять его форму и по УЗИ в таких случаях практически невозможно сказать целостный желчный пузырь и нет вот это у пациента есть асцит есть перитонит связанный с разрывом желчного пузыря но при этом жидкой желчи уже у него нет у него есть только сгусток и поэтому видим яркие ткани вокруг мы видим признаки как бы перитонита в брюшной полости но не видим какой-то жидкости не можем даже на анализ взять понять есть ли там желчный пигмент кислоты кислоты и так далее здесь у этого пациента тоже довольно характерная картина мукоцели яркий центр тежи которые расходят в сторону стенок желчного пузыря ну то есть такая прям классика и так мукоцели само по себе это заболевание которое лечится только хирургическим путем однако мы не всегда уверены что это действительно мукоцели поскольку есть ряд неклассических форм и если бы у нас была лекция по ультразвуковой диагностике я думаю что мои коллеги бы эти неклассические мукоцели если мы с вами не уверены так это или не так то есть хирургическая проблема или пока это все-таки какой-то большой искусств то мы можем попробовать это полечить так как мы с вами теперь знаем что скопление слизи и прочего может случиться на фоне воспаления то антибиотики садониметионии норсофаль все это как и классические при лечении холецистита если пациент чувствует себя хорошо мы имеем право отпустить его на полторы на полтора месяца и потом еще раз на его анализы если его анализы его узи не изменились то мы понимаем что мы имеем дело все-таки с хирургической проблемой и мы должны говорить с владельцем о том что желчный пузырь пора удалять и лучше всего безопаснее всего для пациента удалять желчный пузырь пока пациент чувствует себя хорошо если желчный пузырь нет вот такая история конечно не может вылечиться это такая слизь которая растет начиная от стенки прорастает в центр и ее нельзя удалить ее нельзя вырезать ее нельзя терапевтически убрать и этот желчный пузырь давно не работает и когда владелец будет спрашивать вас а как без желчного пузыря будет жить моя собака вы можете смело сказать что ваша собака уже несколько месяцев или несколько лет живет точно без желчного пузыря поэтому наша с вами цель удалить орган который не работает а приносит только проблему или является бомбой замедленного действия и собственно говоря дальше жить счастливо и это может быть так супер такая вот уже густая история уже жидкая но все равно это слизь которая не может покинуть желчный пузырь никаким образом и только хирургическое вмешательство может спасти такого пациента здесь мы видим с вами желчный пузырь который был разорван внутри собаки то есть это как раз таки это картинка УЗИ которую мы видели с вами ранее когда непонятно желчный пузырь сохраняет форму есть признаки их агенности высокой окружающих тканей но пузырь не ставшийся жидкости нет но при этом уже стенка не целостная так что да мукацели требует хирургии если мы уверены что это мукацели если она бессимптомная но она точно есть она никуда не уходит ваша задача удалить его поскольку лучше не станет и собака может еще год или два ходить таким желчным пузырем но в конечном итоге попадет к вам на операционный стол в сексе или в шоке мы обязательно должны взять стенку желчного пузыря на посев и назначить антибиотики пока мы не получим стерильный посев по результатам иногда требуется желчегонная терапия если у пациента есть гиперлипидемия то есть нам нужно чтобы желча была как можно более жидкой из-за этих высоких липидов например есть какая-то гормональная патология и низкожировая диета что касается низкожировой диеты то сегодня мы с вами поговорим немного о хиллсайди лоу фэт здесь почему важно именно лоу фэт жир сам по себе стимулирует желчные протоки желчный суть в том что чем меньше жира тем нужно меньше желчное кисло для того чтобы этот жир эмульгировать и в конце поэтому мы облегчим пищеварение собаки если мы назначим ей ультраминкожировую диету это приведет к лучшему пищеварению и лучше для пациента гиперлипидемии например это решение даже если мы не можем устранить причину высоких липидов которая не подается лечению в том плане что троглицериды остаются высокими или это диапатическая гипертроглицеридемия или это нефротический синдром или это хронический панкреатит у животного мы понимаем что обмен троглицеридов все равно нарушен нам нужно давать еду которая точно будет постоянно поддерживать низкий уровень троглицеридов то конечно такому пациенту нужна обязательно нужна низкоржевая диета на постоянной основе по филактика у коцели быть предрасположенной породой наверное не быть предрасположенной породой с гормональными патологиями и не переедать поскольку гипертроглицеридемия может быть конечно же приобретенным ожирение кормления высоко жирными кормами и сейчас вы понимаете что живем в том мире когда очень много производителей кормов повседневных и каждый производитель друг с другом борется и мы часто можем видеть что основной упор который делает производитель нового корма это на количество жира оправдывает тем что более жирный корм полезно будет больше шерсть еще что-то но при этом если собака не расходят эту энергию то есть никакая патинная собака не собака поисковая которой не нужно столько калорий и жира тем более она может конечно получить себе мукоцелия и ожирение мукоцелия как следствие поэтому да об этом с плательницами тоже нужно говорить ну и последнее о чем мы сегодня с вами поговорим это про болезни желчеводящих проток и в первую очередь конечно стоит затронуть фиброполикистозный синдром это группа патологий которая встречается у кошек у собак но мы видим ее у кошек и в другом своем это связано с кистозной мульформатой воспалительными не всегда реальными проблемами связанными с желчеводящим протоком давайте к холангиогепатитам кошек холангиогепатиты кошек вам конечно же хорошо известны собаки тоже болеют холангиогепатитами обычно у собак это нейтрофильная история которая приводит к холециститу в том числе или к хроническому гепатиту то есть протекает немножко не так как у это более часто более яркая патология и холангиогепатит кошек часто протекает как триадит или четвертадит потому что это может быть воспаление желчеводящих протоков 12-перстной кишки и еще почек нефрит и у таких кошек может быть ацетемия или протеинурия или бактериурия связанная с тем что во время этого заболевания в крови циркулирует большое количество воспалительных клеток комплексов и провоспалительных веществ которые влияют на клубочек и на канальцы почечные и это может приводить к острому воспалению в почках которое может быть реверсивно когда вы вылечите хронический гепатит почки тоже поправят по характеру инфильтра мы можем разделить хронические гепатиты на нейтрофильные и лимфоцитарные то есть по сути гнойный негнойный но деление это условное они могут и сочетанно тоже протекать обычно хронические гепатитные кошки очень желтые и желтеют они целиком включая кожу то есть не только слизистые оболочки или сквер бывает что голубоглазых кошек желтеют глаза у них в целом да есть у голубоглазых кошек в целом из-за цвета глаз лучше видно капилляры столь когда мы видим красноватый оттенок и прочее поэтому у них вот этот желтый оттенок глаз очень ярко проявляется иногда это первые симптомы которые обращают внимание владелец ну и конечно все они могут быть причины холангиогепатита это конечно бактериальные в первую очередь бактериальные связанные опять же с кишечником когда мы имеем дело с УЗК допустим или с острым бактериальным энтроколитом это все может привести к воспалению желчеводящих протоков как восходящей инфекции так и транспортированный желчекаменная болезнь первичная или холецистит первичный может в свою очередь осложнять сам по себе болезнь в печени иногда холецистит возникает самостоятельно без холангиогепатита но затем ложа желчного пузыря тоже воспаляется то есть место где он находится где он лежит и приводит к воспалению диффузному самой печени ну и конечно паразитарные инфекции опухоли и кисти протоков отдельно хочется уделить время буквально пару минут токсоплазмозу поскольку эта инфекция несколько мне кажется недооценена здесь мы видим с вами на видео активную вегетарию это это тахизоиды которые живут размножаются травмируют ткани и их можно найти в желчи в желчных протоках их можно найти в самой ткани печени при остром токсоплазмозе я напомню стадии инфекции тахизоид который мы с вами видели на видео сейчас это бродизоид тканевая циста и у циста то что выделяет кошка когда заражается как заражается кошка токсоплазма находясь в головной мозге мыши меняет в целом поведение этой мыши и позволяет ей более активно находиться и любить даже те места нахождения кошек ориентируясь на запах хоршачьей мочи вообще эволюционно мыши избегают кошек ориентируясь именно на этот запах но в случае токсоплазма все происходит наоборот потому что токсоплазме очень надо чтобы поедая этого грызуна заражается и если это единственный случай то в конечном итоге кошка как окончательный хозяин выделяет какое-то время ауцисты и на этом все и она либо побеждает токсоплазмо с помощью своей иммунной системы или либо не побеждает если иммунная система по какой-то причине страдает и токсизоиды продолжают впадать во всякого рода внутренние органы в желчные протоки и вызывают продолжающуюся тяжелую инфекцию конечно для того чтобы получить такой активный хронический токсоплазмоз нужно иметь какую-то проблему с иммунитетом то есть чаще всего мы видим токсоплазменные холонгиты или панкреатиты у кошек положительных на вирус иммунодефицита или положительных на лейкоз но это не значит что кошка у которой нет этих хронических вирусных инфекций абсолютно защищена у нее тоже может быть такая история и токсоплазмоз может протекать довольно как бы размыто то есть обычно это начинается с того что кошка жила на даче или жила в деревне и потом у нее была какая-то кратковременная диарея потом вроде бы не все ничего а вот через месяц она пожелтела и температура поднялась она не ест у нее работа она делает и все и в конечном итоге мы даже не связываем эту диарею и дачу потому что уже там месяц или полтора прошло как кошка вернулась казалось бы большое время но тем не менее если мы говорим о токсоплазмозе это вполне себе приемлемая история и учитывая мистические данные нужно это подозревать диагностируем мы токсоплазму непосредственно беря анализ желчи из печени и в поиске тассисоидов или пневых тассис либо мы смотрим на количество антител иммуноглобулинов M или иммуноглобулинов G мы знаем с вами что иммуноглобулины M это острая фаза если их очень много то мы понимаем что кошка контактировала с токсоплазмой вот быть очень высокий на протяжении всей жизни у кошек который когда-то контактировал с токсоплазмой но который сейчас не болеет поэтому вам ваша основная задача ориентироваться конечно на иммуноглобулины M ну и стараться все-таки получить образец желчи или печени чтобы постараться найти там паразитов непосредственно если мы токсоплазмой очень подозреваемых то у нас есть несколько вариантов терапии они у вас на слайде итак гнойный холангий гепатит это острая патология которая начинается резко и в основном ей болеют кошки молодые или среднего возраста но пожилые кошки тоже могут болеть гнойным холангий гепатитом или в основном даже сочетанным гнойным типично гнойный холангий гепатит начинается внезапно начинается с лихорадки рвоты рутухи гепатомегалии значимым повышением транссемина с АЛТ иногда может повышаться щифры и ГГТ и сильно повышается билирубин в основном то есть это прям кошки с желтухой с лихорадкой такие классические говорящие о нитрофильном воспалении и в лейкоцитах можем видеть либо лейкоцитоз либо токсические нитрофилы какие-то либо сдвиг влево то есть не всегда лейкоцитов много но обращайте внимание пожалуйста на палочки и нитрофилы гнойный холангиогепатит мы хорошим должны диагностировать с помощью ТИАП то есть взять биопсию печени и желчи покрасить по грамму про этот бассейн все то что мы с вами обсуждали в целом мы понимаем что это мы не знаем резистентность то есть это может быть и Шерихия Коли но мы не знаем какая у нее антибиотическая чувствительность в этом конкретном случае но мы можем попробовать начать лечить вот здесь например представлен пример посева обычного лакока интермедиус который был выделен из желчи и видим во-первых что его очень много по посеву а во-вторых чувствительный только по сути доступный антибиотиков к доксициклину поэтому это простой микроб вообще не какой-то не эксклюзивный не какой-то супер редкий обычный микроб но тем не менее он приобрел свою устойчивость приобрел свою резистентность это позволило ему и бороться с клетками купфера и проникать в желчеводящие протоки и вызывать инфекцию в том числе и при негнойной холангогепатите то есть лимфоцитарный холангогепатит просептический у пожилых котов может осложняться в итоге бактериями из кишечника поскольку их естественная защитная система печени может произойти обычно у таких кошек нет двигов левня токсических нитрофилов нет ликоцитоза но у них бывают повышенные глобулины бывают повышенные ферменты печеночные причем повышаются они циклично как у хронически это спад и рецидив болезни потом опять спад потом рецидив и это может продолжаться такими месяцами условно поэтому таких кошек нужно подозревать сочетанную патологию и лимфоцитарную и нитрофильную здесь мы видим на слайде расширение желчных проток это довольно информативная история повторюсь у кошек могут быть нормальные печеночные ферменты даже при тяжелом воспалении поэтому ориентируемся больше на узни лечим мы таких кошек антибиотиками широкого спектра желчегонными препаратами что антибиотикотерапия не сработала в какие-то несколько дней то мы можем в целом добавить преднизолом начинаем из 2 миллиграмм на килограмм строим ежедневно достаточно обычно не осложненных случаях нам достаточно нескольких дней то есть такая пульсовая терапия 3-5 дней иммуносупрессанта для того чтобы убрать отек снизить количество вот этих Т-лимфоцитов в тканях печени в желчных протоках то есть уменьшить отек и возможность антибиотикам подействовать иногда у таких пациентов тяжелое иммуно опосредованное воспаление желчных протоков им требуется постоянный прием уносупрессантов либо это преднизолом либо это хлорамбуц ну и самое важное в этой истории кошки обычно не едят довольно долго поэтому следует установить эзофагостому таким кошкам если они не кушают не буду наверное сегодня вам транслировать это видео я думаю что ущество из вас знает как установить эзофагостому если нет это видео и в том числе видео как кормить кота будет на сайте vetnutrition.ru я сейчас в чате напишу адрес этого портала и консистенции диет килокалорийности расчету температуре еды и так далее не забывайте что кота нужно обязательно кормить чем бы он ни болел поскольку мы можем столкнуться с автоичным лепидозом спасибо вам большое за внимание и я хочу ответить на ваши вопросы так я пока не вижу вопросов у нас вижу какие-то технические вопросы дарь в кюндей есть вопросы хорошо сейчас я подкрую так скажите пожалуйста урсов anders холевую кислоту назначать одновременно ты да конечно никаких противопоказаний единственное что у них разница по времени приема если мы садонилмитионин назначаем натощак до еды за 2 часа то урсофальг лучше всего давать перед голоданием то есть если мы имеем собаку или кошку которая питается нормально адекватно в плане ночи не ест лучше давать на ночь урсофальг чтобы был перерыв между урсофальком и отчетным приемом пищи, чтобы желчный не опорожнялся. Гептрал давать или аналоги давать утром. Как делать функцию желчного? Здесь ничего сложного нет. Нужно вам разместить пациента на левом боку, взять узиста или если узиста, поставить датчик на желчный пузырь, через паренхиму печени, избегая сосудов крупных, провести иглу, пунктировать полость желчного пузыря и аспирировать всю желчь, как мы видели с вами на слайде. Если вы, по какой причине, например, игла забилась после первой пункции, можно переколоться и еще раз сделать пункцию. Многие мои коллеги, иностранцы делают пункцию не через печеночную паренхиму, а просто находят желчный на УЗИ и тыкают в него. Мы стараемся все-таки через паренхиму, потому что это немного безопаснее. После того, как мы опорожнили желчный, мы позволяем пациенту лечь на этот бок, на правый, чтобы было давление печени на сам пузырь и чтобы быстрее как бы вот это затянулось, не было истечения желчи. Ну и, собственно, все, ничего страшного. Если мы подозреваем, что пациенту может быть проблемы со свертываемостью, то нужно взять коллаголаграмму или тромбоэластографию или бок войска хотя бы померить. Обычно мы должны понимать сами простую вещь. Если у пациента такая болезнь желчного водящих путей, что мы аж хотим пункцию сделать, у него точно проблемы со свертываемостью. Но в зависимости от того, насколько она выражена. Если вы видите какие-то изменения в коллаголаграмме, почти норма, то не нужно паниковать, можно сделать конакеон 2,5-3 мг на килограмм. Правильно, или сделать инъекцию и делать пункцию, пожалуйста. Что значит предметал на идеальную массу тела? Это скорее касается пациента с ожирением, поскольку если пациент ожирения, то плюс 30% его массы точно лишней. Поэтому ориентируемся за исключением жировой ткани. Вопрос по поводу диагностики тактики нейтрофильного лимфоцитарного холецистита. Да, нужно отнестись. Понимаете, какая история здесь всегда из затыка, потому что мы можем начать лечить антибиотиками, и не получив ответ, мы не всегда понимаем, мы не получили ответ, потому что там лимфоцитарное воспаление, или потому что мы антибиотики неправильно выбрали. Поэтому если это какой-то пожилой кот, у которого такая история, особенно если пожилой кот, а у него все-таки есть какой-то лимфоцитарный ответ, то есть двиг, нейтрофил и все что угодно, то я бы все же рекомендовала поговорить про посев. Или попробовать хотя бы два антибиотика, то есть если один не сработал, попробовать еще один, прежде чем мы назначим претензолон, поскольку если у него все-таки нейтрофильный ликтотоз, колоногепатит, да еще и резистентный к вашим антибиотикам, то претензолон может его убить. Ну вообще не бойтесь особо посевов, это не страшная история, некоигольных пиопсий. Надо привыкнуть к этому нам с вами, да, как к врачам, привыкнуть к тому, что это не страшно, и так, когда мы поймем, что это не страшно и не ужасно, тогда мы сможем быть более уверенными в назначении этой процедуры владельцам, ну в смысле врачам. Владельческим котам и собакам, и наша уверенность обычно придают уверенности им тоже. Да, сайт вам напишу сейчас, есть тоже в Q&A. О, я почему-то не могу написать сообщение, очень странно. А можно в чат начать? Да, давайте я напишу в чат. Вот. Fitnutrition.ru – это портал, где много всякой полезной информации про питание. Питание в основном больных наших пациентов. Ну что ж, раз больше нет вопросов, тогда я благодарю вас за участие в сегодняшнем вебинаре. Спасибо и до новых встреч. До новых встреч.